Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, я приветствую вас в проекте Joomla Sensei, урок номер 127. Мы продолжаем с вами изучать Community Builder, и в этом уроке я вам хочу показать сторонний модуль, бесплатный, который позволяет выводить на сайте, в любом месте вашего сайта, вашего шаблона, модуль, который будет показывать дни рождения. То есть, если, например, сегодня у кого-то день рождения, то модуль будет отображать этого человека с ссылкой, с аватаркой, с ссылкой на профиль или с ссылкой на личные сообщения о Dime. Давайте посмотрим, что это за модуль. Данный модуль вы сможете скачать с моего сайта, ссылочка будет в описании к этому видео. Устанавливается он, как обычно, вот как он выглядит. Я просто перетаскиваю сюда, загрузить, установить. Итак, установка модуль успешно завершена. Переходим в расширение менеджер модулей. Находим данный модуль, вот его название. Заходим внутрь. Сразу переименуем. Можно назвать, например, дни рождения. Дальше состояние мы выбираем опубликовано. Заголовок показать. Позиция вы выбираете в своем шаблоне. У меня это позиция 7. Далее привязка. Не забываем. Я делаю на всех страницах. Здесь пока не смотрим. И сейчас рассмотрим эти настройки. Пока нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Здесь сразу появляется ошибка. Сейчас я вам покажу, что это такое. Это на самом деле просто предупреждение, что нам необходимо выполнить некоторые действия для этого модуля. Тогда это сообщение здесь исчезнет. И, соответственно, дни рождения у нас тут тоже высвечивается текст. Смотрите, чтобы модуль определял дни рождения, нам нужно в Community Builder создать поле с выборой даты. И назвать его, например, укажите ваш день рождения или дни рождения. То есть человек, когда будет регистрироваться, или это будет у вас поле видно только при редактировании профиля, здесь решать уже вам. Но такое поле нужно создать обязательно, иначе этот модуль просто не сможет определять, у кого когда дни рождения. Отсюда мы пока временно уходим. Переходим в Community Builder. И нам нужна вкладка менеджер полей. Нажимаем создать. Назову поле, например, также дни рождения. Дни рождения. Здесь я просто напишу 1, 2, 3. Тут как вы уже сами название. Нам как раз таки вот это название нужно будет сейчас. Поэтому мы здесь что-то пишем. Здесь уже стандартное. Вы должны знать, как где отображать. Единственное, только нам нужно тип. Выбрать вот здесь вот дата. Вот. Как только мы это выбираем, здесь настройки, в принципе, уже сами сможете определить. Переходим в Параметры. Переходим в Показать. И вот здесь вот верхнее поле тоже. Ну, в принципе, оно по умолчанию стоит дата. Здесь мы больше ничего не трогаем. Нажимаем Сохранить, но не Сохранить закрыть. Потому что у нас поле сохраняется. И у нас к нашему вот этому идентификатору подписывается всегда тут Community Builder, да, сокращенно, с нижним подчеркиванием. Мы целиком вот эту копируем. То есть у вас здесь уникальное свое название, которое вы придумали. У меня свое. И мы копируем вместе вот с этим CB и с нижним подчеркиванием. Вот так выделяем и копируем. Дальше мы можем зайти просто пока в какой-нибудь профиль, либо свой профиль просто посмотреть. Вот видите, дни рождения. У меня появилась здесь, да, дата. Здесь можно выбрать. Сейчас мы, кстати, с этими настройками поиграемся. Мы сейчас переходим в расширение менеджер модулей. Переходим в наш модуль дни рождения. Или еще этот модуль можно назвать сегодня день рождения. То есть у кого сегодня дни рождения, да. Первое, что нам нужно сделать, вот в первом поле мы удаляем, что здесь написано. И проставляем как раз-таки наш скопированный вот этот ID нашего поля data, да, который мы только что создали в Community Builder. Ну и дальше по настройкам. Давай сначала сохранимся. Посмотрим, исчезнет ли у нас здесь сообщение. Все, у нас ошибка исчезает. И у нас модуль выглядит вот так. Пока, если нет ни у кого день рождения, будет выглядеть вот такой текст. Нет элементов для отображения. Сегодня день рождения, да. То есть вот таким образом. Сначала давайте пробежимся по настройкам. То есть вот этот первый лимит 10 человек отображаться будет в данном модуле. То есть это 10 человек, у кого одновременно в один и тот же день дни рождения. Вот этот лимит. То есть сколько максимум вводить. Если сегодня совпадут дни рождения у 11 человек или больше, они уже не будут отображаться, да. То есть максимум 10. Следующее поле. Это дней до. То есть заведомо, я как я понял, будет отображать, что скоро день рождения. Дней после, да. Сколько еще будет висеть вот тот человек, да. То есть 5 дней прошло, 6, 6 день он исчезнет с этого модуля. Но это как я понимаю. Дисплей аватар, то есть показывать ли аватар. Ну, конечно, показывать. То есть показывать именно в данном модуле вот здесь. Аватар, у кого день рождения. Дальше идет размер аватара. В принципе, вы уже настроите под себя. Сейчас мы пока по умолчанию увидим одного человека, у кого день рождения. И посмотрим. Name style. То есть здесь также поиграйтесь. То есть это стиль имени. Как выводить. Здесь просто надо смотреть. Display name. То есть выводить ли имя. Стоит да. Ну, давайте пока вот здесь остановимся. Display name. Дальше уже продолжим. Нажимаем на этом уровне сохранить, закрыть. Давайте пока выставим день рождения. Пока вымышленный. То есть перейдем. То есть я прям в свой профиль перехожу. На момент запись урока сегодня 2 мая 2017 года. Поэтому я здесь выбираю второе. У меня автоматически подставляется первый месяц. Ставим 0,5. И 2017. То есть якобы сегодня день рождения. Обновляем. Смотрим. Обратите внимание. Вот сейчас выглядит пока это вот так. Обратите внимание. Если у вас тут ничего не будет работать. Что вот здесь вот первым полем идет выбор месяца. То есть у меня сначала тоже не отобразился. Я не мог понять почему. А вот здесь вот уже идет число. То есть лучше выбирать прямо вот отсюда. Месяц. И кликать прямо вот по дате. Тогда выставиться правильно. То есть первое это выбирается месяц. А уже вот здесь число. Тут просто уже видно. Здесь 12 месяцев. А вот здесь уже 31 день. Здесь в принципе все понятно. Просто немножко я считаю неправильно стоять местами поля. Так. Изначально это выглядит возможно не очень красиво. Смотрите. День рождения у Федора 5. Если я кликаю по аватарке, меня перебрасывает на профиль данного пользователя. Если я кликаю по имени, меня перебрасывает также на профиль пользователя. Смотрите, что мы можем сделать. Во-первых, дисплей name style. Здесь выбираем юзернейм только. То есть показывать логин. Или нейм. Давайте попробуем просто нейм. Обновимся. И показывать, видите, Федор 5. Так лучше, я считаю. Дальше по иконкам сейчас тоже пройдемся. Show profile link. То есть показывать ли ссылку на профиль. Здесь можно выбрать, видите, вот этот нижнее. Sendpm. То есть отдай. То есть чтобы ссылка вела с логина именно на личные сообщения. Чтобы ему можно было сразу написать. То есть, например, поздравить с днем рождения. Давайте посмотрим. Сохраняемся. Обновляемся. Обратите внимание, что ссылка с профиля, то есть с картинки, идет в профиль. Вы видите. А если мы кликнем на логин, Федор 5, нас перебрасывает, видите, на форму сообщения от Dime. Чтобы могли написать личное сообщение. То есть здесь уже как вам лучше. Вы настраиваете. Data style, то есть стиль даты. Но здесь просто можно выбрать, как лучше. Давайте сохранимся. Посмотрим. Обновимся. Здесь, видите, подставляется такая еще двоечка. То есть вот здесь вы меняете. Как вам лучше. Далее. Вот этот показывает ли возраст. Сколько лет. Да, нет. Давайте поставим нет. Сохранимся. Обновимся. Теперь вы видите, как это меняется. Показан календарный день. Второе число. День рождения. И вот эта иконочка, где подарок, она также меняется. Сейчас мы посмотрим, где это. Вот ниже. Здесь. Если мы выставим нет. Сохранимся. И обновимся. У нас исчезает вот эта иконочка вообще. Если она здесь не нужна. Или здесь есть выбор. Просто да, нет. Или показывать иконки из билдера. И смотрите. Вот здесь. На дополнительных вкладках. Альтернативный макет. Можно выбрать. Какого вида будут иконки. Сохранимся. Обновимся. Вот видите, иконка меняется. Это как раз таки управляется здесь. Дальше. Глаз. Айкон. Обновиться. И меняется на рюмку. То есть, как лучше. То есть, из того, что вот есть. И мне кажется, самое прикольное это смайл. Или лучше вообще убрать иконку. Вот видите, поставляется смайл. Дальше. Давайте попробуем посмотреть, как будет выглядеть, если день рождения совпал еще у кого-то в этот день. Ну вот, опять же, у админа. У меня там выставлены тоже даты. Я запутался. Тут неправильно выставил. У нас же первый идет месяц. То есть, выбираем месяц пятый на самом деле. А число второе. Вот таким образом. Обновиться. И вот, как это выглядит, когда показываются два пользователя. Да? То есть, у двух пользователей дней рождения. В принципе, достаточно смотрится симпатично. Если у вас уже будет много народу. Моя личная рекомендация, если вы только начинаете и у вас мало зарегистрированных пользователей, лучше этот модуль вообще не выводить. Чтобы он не показывался там с текстом, что сегодня день рождения. Будет у вас там 500 тысяч зарегистрированных пользователей. Вот тогда этот модуль, может быть, будет актуален. На этом здесь все. Надеюсь, урок для вас был полезен. Если это так, поддержите меня лайком. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на джумле, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Продолжение следует...